Поскольку у нас такого ранга гость впервые, у нас хочется забросать вопросами, получить все ответы, разобраться во всем. Разобраться до конца, до конца во всем. Если у нас это получится, то мы будем очень рады. Присоединяйтесь и подписывайтесь на наш канал. Поскольку у вас статус человека, который занимается вопросами международной безопасности, а значит международной политики и связи на разных уровнях, хотелось бы задать на первый взгляд, может быть, немножко наивный вопрос, но я думаю, что ответ на него дает объяснение многим другим вопросам, которые касаются и Грузии, и нашего положения в мире и в политике. Вопрос звучит следующим образом. Как вы думаете, какой конфликт, а их сейчас в мире два таких, о которых мы смотрим, читаем, это конфликт на Ближнем Востоке и война в Украине, в принципе, уже война не только в Украине, но и в России, поскольку часть территории России тоже находится под боевыми действиями. Вот на ваш взгляд, или с точки зрения политиков международного уровня, какой из этих конфликтов более значимый, если можно вот так поставить вопрос? Ну, добрый вечер, прежде всего, и я хочу поприветствовать вас, Кота и Клабуке, и вашу аудиторию, естественно, и для меня очень радостно быть с вами сегодня вечером и отвечать на ваши интересные вопросы. Да, вопрос на самом деле очень интересный и, наверное, актуальный, потому что все это, примерно год уже мы видим эти два конфликта, две конфликтные зоны, две военные зоны, я бы сказал, параллельно развивающиеся события нам и так далее. Я бы, конечно, между ними есть связь, это как бы понятно, но я бы не, как бы он сказал, это два конфликта, которые, наверное, исход которых предопределит конструкцию двух огромных регионов. То есть, если мы говорим об Украине, о войне между Россией и Украиной, и мы говорим о структуре европейской безопасности в будущем, и вообще, как будет выглядеть европейский континент, и его безопасность. И когда мы говорим о Израиле и все, что происходит вокруг него, включая, значит, вовлеченность таких стран, как Иран и Йемен со всеми его проблемами, я думаю, что мы в итоге смотрим на изменения, структурные изменения стратегические и в области безопасности на Ближнем Востоке. Почему это важно, понимаете, потому что, ну, про Украину очень много говорят, и у нас в эфире, и вообще в том ареале, где мы с вами находимся, имею в виду Южный Кавказ и вообще Больший Советский Союз. Но то, что касается, я поэтому не буду останавливаться на этом подробно, чтобы не повторяться, но когда говорится о Ближнем Востоке, то есть это как раз-таки регион, где, например, границы до конца установлены, я имею в виду Палестину, Израиль, я имею в виду вот эти вот старые, однобалевшие раны, которые этот регион, значит, мучают уже больше 50 лет, они не сжиты. И здесь мы говорим не только о каких-то там межгосударственных там и так далее взаимодействиях, то есть противоречиях, а мы говорим о религиозной, об этнической и, значит, о конфессиональной, да, то есть религиозной и конфессиональной, в принципе, одно и то же, вражде, которая имеет, значит, обыкновение переходить в перманентную фазу конфликтов. То есть это база, на которой так называемый фундаментализм любой, это не только религиозный фундаментализм, это фундаментализм может быть и эмическим и каким-либо другим возрастает. И, прежде всего, почему это важно, потому что этот регион является очень экономически важным для всего остального мира из-за, естественно, запаса углеводорода, и, значит, торговли, которая проходит там. Торговля не только как по этими полезными ископаемыми, а также и торговые пути, например, Суэсский канал, который проходит через Египет, Красное море, и мы уже видим, как хуситы могут перекрыть этот торговый путь. Поэтому там очень много чего есть такого, которое взрывоопасно для всего остального мира. Теперь, что объединяет эти два конфликта, естественно, не только, что они определяют какую-то региональную безопасность в Европе и на Ближнем Востоке, я бы сказал, что вот эти два конфликта, зоны, если можно так сказать, они являются заложниками глобального противостояния, которое мы сегодня наблюдаем. И, понимаете, как бы не может... То есть Иран вовлечен, естественно, своими поставками оружия в конфликт в Украине. Я когда-то читаю, например, там какие-то сводки или информацию из Ближнего Востока, когда новейшее российское вооружение находят воевиков ХСБЛА и ХАМАС, и тех, которые воюют в этом регионе, то, естественно, задаешься вопросом, откуда это все оружие было появиться, потому что это не стали советские поставки в этот регион. Ну, естественно, было очень в большом объеме произведены в свое время. Поэтому, то есть мы говорим о том, что там есть, естественно, не только косвенное, а прямое, если мы говорим, например, о России, поддержки режима Пашара Асада, режима, который, кстати, давайте мы находимся и вещаем из Грузии, не будем забывать режим, который признал невесенность оккупированных территорий нашей страны, к которому мы не можем относиться дружественно. Поэтому, как бы, это, да, это глобальное противостояние, это, знаете, когда где-то что-то напрягается, а рвется там, где тонко. И, естественно, как бы, вот это тонкое, когда в Украине началось противостояние такого масштаба, естественно, это тонкое разорвалось там, где мы сейчас это видим на Ближнем Востоке. Продолжение следует...